Категорически приветствую! В этом видео будет мой закадровый голос, так как микрофон моего мобильного телефона не смог записать хороший звук. Несколько дней назад у меня появился прицел ПУ советского производства. Перед пристрелкой нужно было найти информацию про этот прицел, поэтому отправился на просторы интернета. Я искал цену одного деления выверки и взял информацию с первого попавшегося сайта. Зря я так сделал, как позже выяснил. Цена деления выверки вертикальных поправок равна 7 см на 100 метров, а цена деления выверки боковых поправок составляет 10 см на 100 метров. Но я уже нарисовал пристрелочную мишень с квадратами 7х7 см. Нужно было рисовать квадраты 7х10. Эта квадратная сетка нужна для того, чтобы знать на сколько выкручивать барабаны прицела после выстрела. Следующим этапом нужно найти дистанцию 100 метров. Мой друг мне в этом помог. Сделал 100 шагов по метру. Кому не в облом, тот может посчитать шаги. В конце подсчета шагов мы замерили расстояние лазерной линейкой от следа до следа. Получилось 1,3 метра. У нас не получилось замерить расстояние 100 метров лазерной линейкой, так как не удалось увидеть лазерную точку. На улице снег, а слишком светло. Поэтому вышли из положения таким образом. Далее. Нужно совместить центр прицельной сетки с открытым прицелом. То есть острие прицела ПУ должно смотреть туда же, куда смотрит открытый прицел. Основная задача попасть в пристрелочный лист. Не важно в какую область листа, главное в лист через оптику. В моем случае кронштейн был высокий и я смог смотреть в открытый прицел. Потом в оптику. И через накручивание барабанов совместил открытый и оптический прицел примерно в одну точку. Если нет возможности смотреть в открытый прицел, то можно попробовать лазерный патрон холодной пристрелки. Совместить центр прицельной сетки с лазерной маркой. Этот вариант я не пробовал, нет у меня лазерного патрона. Теперь стреляем и идем смотреть, куда прилетело. Видим, что горизонт нужно выкрутить влево, а вертикаль выкрутить вниз. Начну с горизонта. Выкручу барабан на одно деление влево. Эта поправка даст 7 сантиметров влево на 100 метров. Целюсь в тот же черный квадрат. Вновь стреляем и идем смотрим. Вижу, что одно деление боковых поправок дало выстрел по центру. Осталось выкрутить барабан вертикальных поправок на полтора деления вниз. Полтора деления даст 10 сантиметров на 100 метров. Вновь стреляем и идем смотрим. Что-то получилось почти по центру. Теперь сделаю серию из 4 выстрелов и посмотрю на общую кучу. Примерно таким же способом я пристреливал свой ПСО. Идем смотрим и видим. На выходе получаем полную хераню. Первый выстрел чуть выше центра. Остальные 3 в общей куче сверху. Тут у меня сломался мозг и наступил когнитивный диссонанс. У меня бывали кучи от 3 до 5 пули к пули. Но в центре мишени стрелял я через ПСО. Позже я визуально обсмотрел и обтрогал кронштейн с прицелом. Кронштейн прицела разболтался от отдачи и в последние 3 выстрела где-то нашел свое положение. Оттого и получилась ровная кучка из 3. У меня есть отличный кронштейн с рельсами, но нужны для него кольца под прицел ПУ. Я попытаюсь ПУшку пристрелять еще раз и сделаю видео обзор. Если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки или дизлайки. Именно таким способом я пристреливаю свои прицелы. Всем спасибо за просмотр.